В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Городской центр занятости населения и руководство предприятий ведут работу совместно. Особое внимание уделяется квотируемым местам. Заявите о проблемах открыто. В городе прошла первая встреча в рамках проекта «Открытый диалог». На собрание приглашаются все жители Муравленко. Главное не победа, а участие. Девиз не для наших ребят. Команда Муравленко готовится к окружным соревнованиям по пожарно-прикладному спорту. Задача этого года – призовой кубок, как и прежде, удержать. На Ямале увеличат финансирование бесплатной медицинской помощи населению. Такое заявление сделал директор окружного департамента здравоохранения Николай Винокуров в ходе пресс-конференции о проекте бюджета отрасли на 2014 год. В частности, было отмечено, что в будущем году на здравоохранение регион потратит почти 14 миллиардов рублей. Эта сумма на 6,5% ниже прошлого года. Однако стоимость программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи за счет всех источников финансирования выросла на 1,3% и превысила 19 миллиардов. В окружном бюджете предусмотрены средства на санаторно-курортное лечение, реабилитацию. Также, как прежде, средства заложены на содержание коек для лечения социально значимых больных. Это венерология, птизиатрия, психиатрия, наркология, на лечение ВИЧ-инфицированных, больных. Говоря о планах на следующий год, Николай Винокуров рассказал, что в прежнем объеме остается льготное лекарственное обеспечение жителей округа, зубопротезирование, оказание специализированной, палеотивной и высокотехнологичной помощи за пределами региона. Вместе с тем, по словам Винокурова, в окружном бюджете будущего года выделены средства на оказание мер социальной поддержки работникам здравоохранения, в том числе молодым специалистам и сотрудникам пенсионного возраста. А во исполнение указов президента России заработная плата медработников в среднем повысится на 21,5%. Бюджет здравоохранения 2014 года имеет социальную направленность, и это позволит нам сохранить все обязательства перед жителями нашего округа, которые были предусмотрены ранее. Диалог начался. В городе состоялось первое собрание в рамках проекта «Открытый диалог». Всего же в графике запланировано 9 таких встреч. К разговору приглашаются все жители города. В третью школу, где прошла первая встреча, пришли жители микрорайонов Лесной и Молодежной. Какие вопросы задавали горожане и какие ответы были получены в нашем следующем материале. Встреча с населением как совместное решение житейских проблем. Такой цели придерживаются организаторы и участники проекта «Открытый диалог». Впервые горожане узнали о нем полтора года назад. И стоит отметить, такая форма общения вызвала среди жителей немалый интерес. Поэтому проект решено было проводить дважды в год. Жители Лесного и Молодежного микрорайонов вновь стали первыми, кого пригласили к диалогу. Ремонт и переселение в рейтинге проблематики здесь по-прежнему занимают лидирующие позиции. Когда будет переселение примерно хотя бы. И по поводу, если это протянется долго, у нас необходимо ремонт делать. Мы обязаны вас обслуживать. Поэтому подъедем, посмотрим. У меня будет на контроле. Переселение и ремонт для жителей домов деревянного исполнения – вопросы злободневные. Но проблема стоит уже не столь остро, нежели прошедшие весной. К примеру, сегодня на встрече нет жильцов дома 25 по улице Молодежная. Они получили новое жилье. Переселение ведется в новые дома, возводимые фондом жилищного строительства «Ямала». Договор, который есть между нами и фондом, он заканчивается 1 октября 2015 года. Вот до 1 октября 2015 года фонд сдаст жилье 49 тысяч квадратных метров в общей сложности. А на каких условиях будет переселение? Мне придадут равноценную площадь или дадут чуть-чуть больше, и мне придется доплачивать? Вариантов переселения, как пояснили мужчине, несколько. И все они зависят от многих обстоятельств. От имеющихся квадратных метров, стоит ли семья в очереди на улучшение жилищных условий, входит ли в летную категорию и есть ли возможность доплатить и получить жилье в большей площади. Такие вопросы, как правило, решаются в частном порядке. На некоторые вопросы ответы были даны сразу. К примеру, куда обращаться по отлову бродячих собак, когда во дворы придет снегоуборочная техника, почему ломаются рейсовые автобусы, и можно ли изменить расписание движения. Еще у нас очень плохой график. У нас два автобуса, тройка и пятерка, и у них время, там на две минуты разница. Есть телефончик 43322, телефон диспетчерский. Диспетчерская работает практически по 20-60-м движения. Если бывают какие-то сходы, я понимаю, что дело нужное, будьте любезны, позвоните в диспетчер. В целом же, в течение часа на все озвученные вопросы были даны исчерпывающие ответы. Сегодня я получил конкретный ответ на поставленный вопрос, который я хотел услышать, и детально все объяснили, рассказали. А тех, у кого проблемы остались неозвученными, призвали не затягивать с решением обращаться к специалистам. Тем более, что на сегодняшний день сделать это можно разными способами. Через официальный сайт города, приемы по личным вопросам, посредством письменного обращения. Стоит отметить, что теперь на встречах у горожан есть не просто возможность задать свой вопрос, но и подать обращение письменно. Во всех помещениях во время встреч будет работать мобильная приемная. Официальный запрос, согласно закону о порядке рассмотрения обращений граждан, будет передан в органы местного самоуправления или должностным лицам и рассмотрен в течение 30 дней со дня регистрации. Следующая встреча в рамках открытого диалога состоится 8 ноября в начальной школе для жителей микрорайона «Радужный». Юлия Лучникова, Михаил Муштареев, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». В городском центре занятости населения реализуются программы, содействующие трудоустройству инвалидов. Причем работа в этом направлении ведется совместно с руководителями городских учреждений и предприятий. Особое внимание уделяется кватируемым местам. Рассказывает Светлана Грачева. Кватировать рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья согласно закону обязаны все организации, численность коллектива которых – более 100 человек. Сегодня в «Муравленко» создано 72 кватируемых места. Работодатели стараются сделать условия труда людей с ограниченными возможностями здоровья более комфортными. А специалисты центра занятости подбирают для каждого подходящее место работы с учетом всех нюансов. Там объем работы несколько ниже, проще. Может быть, даже где-то график работы подстроен под нужды тех сотрудников, которые будут трудиться, у которых есть ИПР. С этого года работодателям возмещаются расходы на оборудование, необходимое для оснащения специального рабочего места для инвалидов второй и третий групп. Такой возможностью воспользовались в Муравленковской транспортной компании. Обычные кресла медицинского работника в Муравленковской транспортной компании смогли превратить в почти массажный кабинет. Теперь работать на таком кресле не только удобно, но и полезно для здоровья. Вообще в МТК работает не один человек, находящийся на инвалидности. Предприятие создает условия, а люди стараются работать изо всех сил. Инспектор можно, контролеры у нас работают, есть инвалиды. Он с обязанностью справляется. Исполняет добросовестно. Трудится уже несколько человек, у нас уже давно трудится. И не жалуется на них. Охранник, документовед, лаборант или медицинская сестра. Это основной список специальностей экватируемых рабочих мест. С начала этого года в Муравленко смогли трудоустроиться 12 человек с ограниченными возможностями здоровья. Еще 14 пока находятся в статусе безработных. Из той группы, которая у нас состоит на учете, нужно учесть, что многие могут в любой момент пойти на лечение. То есть у них есть плановое лечение. И, соответственно, по состоянию здоровья не каждый из них может приступить к работе. То есть если убрать вот эту категорию, то можно сказать, что трудоустройство достаточно на неплохом уровне. Специалисты городской службы занятости работают по каждому обратившемуся. Чтобы трудоустроить как можно больше инвалидов, состоящих на учете, ежемесячно проводят встречи с работодателями. Они эффективны, отмечают инспекторы. После их проведения многие руководители предлагают вакантные места людям с ограниченными возможностями здоровья. Светлана Грачева, Андрей Нагибин, Тедрадио, Компания, Муравленко ТВ. Сегодня в Ноябрьске стартовали окружные соревнования среди дружин юных пожарных. Поезд безопасности впервые прошел на Ямале около шести лет назад. С тех пор ежегодно он курсирует по муниципальным образованиям округа. Не первый год в состязаниях не только принимают участие, но и уверенно лидирует команда Муравленко. Накануне юные пожарные раскрыли секреты мастерства нашему корреспонденту Татьяне Бойко. Известная фраза «Главное не победа, а участие явно не для наших ребят». На окружные соревнования юные пожарные отправляются с расчетом удержать призовой кубок. Команда Муравленко составляет конкуренцию соперникам уже не первый год. Чтобы и в этот раз не сдать позиции, ребята начали готовиться задолго до проведения состязаний. Спортивный комплекс «Динамо» – главная тренировочная площадка. Здесь с юными пожарными занимаются лучшие тренеры по пожарно-прикладному спорту, которые сумели воспитать не одно поколение спортсменов. Команда нашего города является фаворитом на протяжении ряда лет. Мы уже третий год подряд занимаем только первое место. И до этого у нас не было ни одного непризового места. Ребята ответственно и с хорошим настроем подходят к соревнованию и на хорошем счету. Команду «Факл» представляют пять юношей из второй, третьей, четвертой и пятой школы города. Все они входят в сборную «Ямала» по пожарно-прикладному спорту. Виктор Манжосов и Кирилл Шишкин не раз становились чемпионами России. А в арсенале Максима Иванова тоже немало призовых мест, завоеванных на окружном и федеральном уровне. Для него каждая победа – маленькая ступенька к достижению более высоких целей. Говорит, самое сложное в пожарно-прикладном спорте. Перебороть свой страх. Когда стоишь на старте, очень сложно сосредоточиться на выполнении препятствий или штурмовой башни. И когда все получилось, что тогда? С легкостью уже можешь вздохнуть, порадоваться победе. К соревнованиям они готовы почти на 100%. Без ошибок поднимаются по штурмовой лестнице, проходят пожарную эстафету, преодолевают препятствия в противогазах. Но и этого недостаточно. После тренировки ребята отправляются в четвертую школу, которая является базовым учреждением по подготовке к окружным состязаниям. Здесь готовят выступления гидбригады, визитную карточку команды. Ее юная пожарная представит на первой станции поезда безопасности. Ветер, пыль, дождь и снег. Ясный день или ночная тьма. Выезжает пожарный ход. Будь то лето, будь то зима. Татьяна Бойко, Андрей Нагибин, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. На Ямале готовятся отметить День Героев Отечества. В преддверии праздника в округе организуют множество конкурсов. В одном из них примут участие представители городского военно-патриотического клуба «Ратибор», который уже 4 года действует в Муравленко. Окружной осмотр-конкурс «Герой Отечества» пройдет заочно. Ратиборовцы планируют принять участие в каждой из трех номинаций. Им необходимо представить судейской коллегии биографии предков, сражавшихся на фронтах Первой мировой и Великой Отечественной войн, фотографии военных лет из семейного архива. Также участники будут писать письмо солдату и собирать материалы и неизвестные факты из биографии родственников, которые участвовали в боевых действиях в Афганистане. Я думаю, что больше это для ребят, которые должны, наверное, на примерах своих героических родственников, своих героических друзей понимать, что те поступки, которые совершают они сейчас в жизни, наверное, в истории могут оставить след. Какой след оставит в истории их поступки и действия, это уже будет зависеть от того, какой вклад они внесут в общее дело. Информационный выпуск продолжит в традиционный обзор прессы по материалам общественно-политической газеты «Наш город». Стартовала серия встреч муравленковцев с представителями городской власти. Какие проблемы озвучивали жители молодежного и лесного микрорайонов, какие ответы на свои вопросы получили от представителей городской думы, администрации города и руководителей учреждений, читайте в свежем номере газеты «Наш город». Пришла зима, доставай коньки и лыжи. И хотя природа и погода в этом году преподнесли свои сюрпризы, городские открытые площадки вовсю готовятся к приему любителей зимних видов спорта. Подробнее в материале корреспондента Зульфии Фарвазовой. Климатические особенности нашего региона как ни печально провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, причем даже у молодых людей. Как помочь своему организму противостоять суровой специфике Севера, узнала и рассказала читателям еженедельника Нина Гультяева. Это были лишь выдержки издания. Все подробности в 45-м номере газеты «Наш город» от 7 ноября. И это все, о чем сегодня успели рассказать журналисты компании «Муравленко ТВ». Информационные выпуски по-прежнему доступны на официальном сайте города. А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Только в октябре. Грандиозная распродажа в Кераме. Межкомнатные двери немецкий ламинат 33-го класса с выгодой до 25%. Скидка на мебель для ванной до 30%. Подробности у продавцов-консультантов в центре Керама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры предоставил DimaTorzok